всем привет меня зовут джон до мы продолжаем проходить к он атмосферную атмосферный хоррор от создателей demon souls и dark souls как помните прошлое счастье мы прибыли в некое поместье кругом здесь все было усыпано трупами встретив несколько персонажей которые довольно таки странные сами по себе и в общем целом погрузились куда в атмосферу ужасов страха и просто какой-то непроглядной тьмы что же нас ждет впереди давайте узнаем так вот я смотрю мы вот здесь еще не были и от дверь скорее всего закрыта верно давайте проверим да дверь плотно закрыта получается единственное место куда мы не ходили это рядом с вагоном там по моему насколько я помню озеро давайте посмотрим может и нет ну-ка ага здесь мы были да здесь весна какая-то здесь карта у нас недоступна все еще так стоп вот да тут 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 давайте посмотрим еще в чем у нас где вагон какой-то и вижу цифру 6 слева почти все здесь обшарили давайте наверно сходим к вагону что у нас там возможно где-то в поместье валяется карта но здесь ничего ребят то есть здесь мы здесь забрали куда хрень прошлый раз уже не помню что конкретно на факт в том что все забрали все что было и в той круговой локации мы тоже были насколько я помню тут у нас разрушенная пагода штаб штаб не знаю но увижу вот в одну дверь мы все-таки не вошли наверное стоит это сделать давайте в таком случае еще раз внимательно осмотрим поместье найдем возможно карту чтобы нам было легче с вами ориентироваться так снова кровь с этой стороны не помню что конкретно у нас здесь нифига там мозг к тому самому зданию где запечатанная дверь а тут у нас нифига след заканчивается у воды поэтому и так заметили и здесь ничего не сделать хорошо талое светилище возможно что то здесь вот я упустил на самом деле ребят пусто пусто здесь когда куча трупов тело проткнули бамбуковым копьем скорее всего насажена на бамбук будет правильней так чёрт чё там дофига столько слушайте подождите стоп вот еще было подъем к той двери да мы там были тут пусто здесь тоже ничего нет этом с телом лежит веревочная лестница веревка ведет в дыру куда ведется нора но чтобы нам туда попасть верно нужно нам каким-то образом попасть за эту деревянную решетку сделать этого так просто не получится там какая-то статуя тогда лицо выкавали птицы ему ну да опять же здесь мы были это еще внимательно читал это вот такое можно зажечь нельзя пойдемте на что есть еще раз все осмотрим здесь у нас выпал труп это сохранение теперь будем узнать потому что сначала я не понял что же это такое устала главная героиня уже 9 собственно единственный путь это знаете куда там где дверь у нас осталось непроверенное скорее всего она открыто и куда-то нас приведет так давай-ка сосредоточь там свою дзынь и дзынь да теперь все огурцом двигаемся к тому месту так еще как доступно да меня очень удивляло в прошлый раз и сейчас почему-то там то ли стрелка 3 еще что-то я от этого не пойму дом для слуг я вижу каких-то каким-то образом пропустил все я очень много чего пропустил такое тутовое дерево освещено снизу что это значит стволе дерево мы нашли три большие дырки и что странно можно что-то сделать нет нифига только зря потратил огненную стрелу так что у нас там по карте все правильно иду там да еще оказывается не одна дверь а несколько это меня радует по крайней мере мы теперь знаем куда идти там еще какая-то святыня где она была справа а ну и тогда мы уже осматривали сразу скажу что да тупников будет достаточно много потому что я еще до этого не играл повторюсь это много чего я не знаю поэтому то может просьба особо не буйствовать по этому поводу все выдвигаемся к тому месту где была дверь может всем близко ага стоп я же был здесь и там было все закрыто насколько я помню вспомнил да 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 здесь нужно крутить эту штуку чтобы открылась та дверь все я понял да нам здесь сделать нечего и соответственно остается только дом для слуг идти туда мы вроде как можно пролезть кстати этот шкафчик у меня он как-то настораживает потому что кто там есть или нет нет здесь пусто к сожалению так направо потом понял да блин застрял 2 теперь сюда ёптыть головокружение дезориентированное состояние замешательствует и движение когда кто-то встречается с буря время бега и чё-то бед какой-то короче когда у вас головокружение использовать карты нельзя нам говорят все мы восстановили нашу чакру я не знаю как это называть да ёшкин кот что такое так продвигаемся тихо ёпта так тихонько насчет идем что-то мне не нравится ребят что ж такое там ага смена так левый стик осмотреться кнопкой выйти понятно что это такое ёпта ёпта а вот это уже плохо кстати причем вот эта вот девка которая только что вылезла из пола она похожа на сестру главной героини это довольно занятно так так можно пройти да опа на я вижу эту тварь дверь не открывается почему бы не снять этот брусок и не попробовать войти вот меня что больше всего интересует оу опять куча крови поместье основа так ребят тихонечко я тоже к этой двери боюсь подходить хе-хе-хе-хе карта заклинания хиббари горячие ну вот у нас такие есть довольно таки светло в этой локации но не менее страшно там нет ничего необычного что здесь такое книга книга в зеленом переплете книга покрытая зеленью со следами зубов я видел как мишимару содрал шкуру с тюленя когда был болен мишимару использовал какую-то запачканную кровью одежду и натер ее от тюленя итак он единственный кто раскрыл двери если бы я мог получить немного его крови тогда я был тогда я бы мог убраться из поместья подожди подожду пока он не будет смотреть потом я должен сражаться и получить немного этой крови понятно какой-то крови он хотел который поможет ему выбраться это что такое ага священная планшетница меркурий ой господи ребят не придирайтесь потому что действительно очень такой текст трудный короче шрифта меркурий запачкан блин меркурий запачкана кровью и одежда удаляет кремом меркурия здесь я пока что ничего не наблюдаю здесь больше ничего нет только трупы кучера пауков 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 опять мы идем во тьму стоп что у нас здесь использован ага мы открыли теперь дверь благодаря этой кровавой одежде и снова куча крови пауков капец что же здесь случилось мне интересно капец дверь плотно закрыта дверь плотно закрыта на ней брюсок понятно видимо девушка настолько хрупкая что она просто не в состоянии его поднять хотя не ёброза пау пау капец вообще жопа ладно давайте пакуем итак куда мы выше где-нибудь карты есть есть анфилада вот здесь кладовая здесь слишком много для изучения места я вижу уже сохранение мне на душе становится теплее с какой-то стороны печать венеры у нас нет ничего опять все кровью облито папа Утсуке где кориа 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 это песня в трансе и она исчезла пожалуйста пожалуйста помоги мне найти кориа она моя дочь не волнуйся я хочу тебе это тоже венера ага что-то какой-то странный дядька сам по себе он какую-то тему там месит внутри вы видите да какое-то тело месит имею ввиду причем если вы можете приглядеться то есть посмотреть внимательно то можете увидеть следующее ту самую коробку которую мы видели во вступительном ролике странно все это единая идея мне бы твоя помощь не помешала ботяне ну то есть суть в том что я так понимаю это какая-то семья что ли которая борется всякой сверхъестественной хренью и это как понимаю она вернулась обратно домой и здесь происходит какая-то непонятная фиготина либо я могу ошибаться по-моему так она и есть что такое здесь вот это уже совсем печально в драпировке нельзя ничего рассмотреть а почему бы ладно действительно наверное не стоит это открывать потому что там по ходу дела месиво ищут то ужас да конечно from software умеют рисовать очень мрачную картину конечно управлять что нужно сделать загадка зодиака дверь можно открыть решением головоломки верного расположив все символы не понимаю логики во всей этой истории не понимаю логики во всей этой истории ага стоп или нифига не стоп ну ка а все въехал ага все довольно таки простая головоломка была еще еще один кораблик это своего рода эквивалент ленты в резидент ивел на обеих сторонах алтаря стоят постаменты на которых что-то хранится там вовлечено какое-то увлечено там и какое-то устройство короче то есть нужно каким-то какой-то хренью открыть этот вот именно постамент я так понимаю верно там нет ничего необычного что она опять смотрит куда-то туда ну опять же да это все это вот хрень а ничего мы пока с ней сделать не можем я так понимаю что за тем вот механизмом небольшой задачей которую мы решили с помощью этого всего мы открыли дверь которая только что был окей там кстати была эта печать венеры ребят я думаю может быть сходить туда все таки сначала так этот звук мне не особо нравится должен признаться его раз это что это такое охренеть это вообще жопа какая слушайте ребят эриксео святая вода исчеряющие глубокие раны и хибари очередную офигеть просто так нужно подлечиться наверное что что японцы умеют делать монстров не знаю одноразовая печать или нет потому что если одноразовая то еще одну дерьмат к сожалению не сможем так стоп я по-моему здесь был а вот там я не был а нет все верно нам сюда и мы вернулись куда мы вернулись обратно да да мы кругами ходим ребят с вами но на карте появляются какие-то отметины то есть во первых ящик как алтарь небольшой и вот это вот то ли кровать то ли хрен его знает но что самое забавное я смотрю на карту я вижу что я упустил один момент поэтому я направляюсь прямиком туда и еще кстати это самое надо же сохранится как мне это сделать вот что меня интересует как спуститься вниз потому что я пока что не вижу ни одного спуска странно как ладно и так нам сюда потом в бок вот вот да здесь я и не был и вот отсюда мы сможем попасть в сохранении все правильно темно конечно как в заднице я там кстати видел на стене кровь если присядешь ты сможешь поползти хорошо хорошо конечно так так довольно таки прикольно на самом деле сделано на самом деле сделано в сохранении это прикольный кораблик который мы отправляем выполни притал очищения так ну его нафиг так самое тупое это что он меня задевает и толкает почему-то хотя он надо мной идет пускай лучше пройдет тихо 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 ёбро сэта бежим нормально все мы сможем все мы успеем я более чем уверен в этом иди в задницу уродина так давайте посмотрим на карту нужно конечно же подняться я думаю это будет самым правильным решением посмотрите вон те две комнаты вообще-то все осмотреть кого я обманываю здесь мы так вам не пройдем потому что здесь да никак не пройдем у нас только те комнаты и остались так вот здесь что-то еще есть это понимаю какой-то угол небольшой в дыре что-то движется что-то сияющая как чешуя рыбы да блин что ж такое кругом ловушки видимо куда-то надо будет что-нибудь кинуть что ли я не знаю еще что давно пошли сюда меркурия до помещение написано поверим им на слово стоп что это было кораблик и что-то на журнал шелкопряда том 1 записи шелкопрядов сохраненные миши мару 17 июня мальчик слуга миши мару дал мне несколько яиц шелкопрядов я видел много таких черных яиц на листьях шелковицы когда я благодарил его и дал игрушку чтобы он поигрался он кланялся мне снова и снова все высмеивают мишамуру говорят что он придурковатый мне нравится его добрая душа 18 июня я держу эти яйца шелкопряда в секрете от мамы и сестры если они их увидят они будут ругаться потому что они брезгливые я целый день наблюдаю за ними но ничего я целый день наблюдал за ними ничего не случилось завтра я спрошу миши мару должен ли я делать что-то особенное 19 июня миши мару сказал мне что яйца влупляются через десять дней их нужно держать в теплом месте я положил их в комнате где больше солнца яйца посерели я был разочарован потому что думал что они должны покраснеть когда я спросил миши мару он сказал они должны очень скоро вылупятся шелкопряды вылупились из яиц они очень маленькие размером почти как кончик моего пальца и покрыта шерстью следуя инструкциям миши мару дал их а дал им молодых листьев шелковицы которые они поглотили такими темпами они быстро вырастут окей частенько встречаются шелкопряды в данной истории видимо это что-то потом как-то важно скажется на все в итоге они будут виноваты во всем я более чем уверен печать земли было поставлено на дверь вот значит как а то есть имя цифрами отмечается какая дверь какого типа все я понял буду знать здесь ничего и венера да все таки это многоразовая тема и безумно этому рад потому что теперь у нас есть несколько мест которые нужно сходить куча стрел куча крови как обычно без крови никуда и что там вдалеке блестит меморандум пророка предупреждение оставленное что сира понятно сейчас почитаем шип был использован для подавления таки не удаляя его ни при каких обстоятельствах не знаю что это значит все большой запачканный кровью набор брони стоит тут а не лежит тут капец сколько же крови слушайте ребят это вообще жопа копье глубоко воткнуто чтобы его убрать необходим инструмент что такое что ты увидела короче типа вся стена покрыта кровью что же здесь случилось задается вопросом главная героиня на я с ней согласен мне тоже это интересно тут заметны следы борьбы борьбы говорит разбросанные вещи кругом что-то у меня такое подозрение что это папашка здесь с кем-то дрался ее и в итоге все закончилось для второго человека печально в итоге он закончил в том самом ящике ладно так значит чему делаем у нас еще есть место которое можно проверить да и даже не одно а много весна в этой локации мы вроде как были уже хрен нет ну мы были с другой стороны по ходу дела вот здесь вот где-то там ворота давайте к ним сходим посмотрим скорее всего ну или скорее всего мы за что не попадем а я вообще не туда вышел хорошо здесь ничего лунный свет сияет на радужных оболочках окей допустим давайте еще вниз сходим потом наверное к воротам или сначала к воротам потому что мне кажется здесь локация давайте-таки сейчас сейчас зайдем да я слышу какой-то звук неприятный и причем камера в такой позиции что я даже не знаю чего ожидать а ну-ка нафиг а ну-ка нафиг а ну-ка ну нафиг тебя все да все ништяк да я почти здоров еще так еще у нас очередной сосуд или кораблик я не знаю почему сосуд так здесь у нас ворота дальше ни хрена не вижу ворота закрыты да просто это было логично я не знаю зачем даже пошел проверять в надежде что это игра сломает наверное стереотипы но все-таки нет что это у нас такое карта заклинаний сути иота руки толкающие демонов подземные воды жесть что это у нас такое здесь так ну у нас такие есть карты заклинаний я там вижу тележки и труп но к нему добраться не получится тележки переграждают к нему дорогу ну что ж значит идем в павильон больше нам ничего не остается это мне уже не нравится не понял а если назад нет исчезла музыка капец будь я на ее месте я бы просто уже застрелился ха 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 это просто мрак ребят капец что это такое земля ага выражение ужаса навсегда застыло на лице труба и какая-то мне кажется понял помните я нашел две статуи небольшие и то есть скорее всего они как раз таки и нужны для постамента вон того для того алтаря если куда поставить то возможно что-нибудь да случится да уж я очень сожалею что я ее в свое время не поиграл плетеный сундук плавает в воде оказывается это не какой-то конкретный сундук который мы видели в ролике то есть таких сундуков здесь до хрена я не знаю а можно спуститься и потрогать этот сундук или что-нибудь сделать ну я так понимаю что нет ребят да но они отмечаются на карте хочу заметить ладно видимо они какую-то роль потом сыграет в итоге и двигаемся наверно к той двери так давай как души глубже короче когда она бежит она устает и нужно восстанавливаться если кто не понял зачем я это делаю давайте давайте сходим к той двери где земля и после этого сохранимся и закончим на этом это через прохождение быстро так время пролетело даже слов нет на самом деле затягивает и души конечно с головой что-то последнее время я там нети подсел на эти сурвайвер хорроры все то есть меня что-то прям прибило начало проходить заново ремейк резин тыл то есть прям вообще прет меня дико по этим темам и что же у нас здесь так юн кораблик только не говорите что это все это все это все больше здесь нет ничего абсолютно значит пошли к алтарю так все теперь проверим мою теорию после чего сохранимся так здесь мы были но нам не сюда явно я хоть туда-то вот зашел вообще не туда прибежал мимо ну вот я не понимаю но это снаряжение нам не нужно нам нужны предметы и что нам с ними делать а все верно я был прав и кстати возможно этим металлическим шипом можно отодрать ту хрень которая застряла в стене дверь алтаря открытая там есть что-то внутри старый диск старый деревянный круг с орнаментом животного карта большого медведицы ковша письмо большой баптист дабх мизар алиот мергес алкаит филта мирак ок это ничем не дало абсолютно но а возможно это как раз таки а нет нет это не то что я думаю потом я наверное ну ладно сейчас туда пойдем делим сохраняшечка ой еще я че я делал куда я иду это кошмар ребят я просто путаюсь в этих четырех стенах что-то я это тихо разговариваю да? вы заметили? не знаю с чем это связано потому что я полностью на самом деле погружен в процесс и ловлю этого кайф просто дикий и возможно так будет атмосферный в пол голоса а ну-ка в задницу да что ж такое еще надо его убить будет да все нормально в общем что я могу сказать ребят спасибо что смотрели не забывайте ставить большие пальцы вверх комментировать так что подписываться на канал помимо всего прочего в комментариях есть ссылки перейдя по которым вы можете узнать последнюю новость канала и возможно ответы на интересующие вас вопросы то есть прежде чем задать какой-то глупый вопрос десять раз подумайте и перечитайте все что я писал за последнее время тем самым возможно там уже есть ответ на ваши вопросы вот такие вот дела всем спасибо за внимание всем пока всем пока